Субтитры делал DimaTorzok 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 Так вот, благодаря Министерству транспорта теперь нам каждый год приходится проходить эту медкомиссию. У нас есть два разных приказа, но по сути, по большому счету, для машиниста небольшая разница в сигнале знака «Переезд». Для машиниста, по сути, для помощника небольшая разница, по какому именно приказу он проходит там. Обычно ненамного меньше врачей надо проходить. Проходим мы ее каждый год, ежегодно. Не пройти мы ее не можем. Если у нас будет комиссия не пройдена, то кадры в систему не вносят эти данные, сведения. В результате мы просто не можем в состоянии встать на явку. То есть нас с поездом, при любом желании не отправить просто-напросто. Все это очень строго. Приходится попадать на переезд, на этот дверь передний. Друзья, всем привет! Хотите смотреть наши новые ролики из кабины? Представляем вам нашу страницу в пусти. Тысячи километров пути, снятые за годы работы машинистом. Десятки видов освоенной техники на различных видах тяги. Разнообразный и уникальный контент о работе машиниста поезда. Сотни часов увлекательных путешествий вместе со мной в кабине локомотива по Карелии и Ленинградской области. Все это будет в нашем бусте. Выбирай уровень подписки и поехали. Ссылка в описании. И да, кстати, подписку можно получить бесплатно. Подарок. Подробности в нашей группе ВКонтакте. Ну, естественно, никого. Конечно же, никого. Сегодня у нас автоведение объявляет, но в кабине почти ничего не слышно. Только щелчки вот слышно, что она объявляет. Хотя в салоне более-менее нормально. Так, порядок. Двери закрыли. Контроль давления зеленый набили. Стоянка минуты. Поехали. Баспетчер нас вызывал и попросил, чтобы мы прибыли на станцию Шуйскую пораньше. Там у нас будет скрещение с поездом повышенной длины со 120 вагонником. Естественно, он в пределы пути не помещается. Он уже стоит там сейчас, ждет, пока мы прибудем. Освободим ему дорогу. Как видите, перегон однопутный. И он поедет. Мы будем, естественно, стоять и ждать, пока он своих пост уберет с выходных стрелок для нас, на станции. Поэтому надо повеселее сейчас будет прибыть. По максимальной скорости, скажем так. С платформы мы не имеем права отправляться раньше. Нам запретили строго настрого несколько лет назад. Даже с любых, вот даже в таких вот, как это, с какого-то там переезда, где никто никогда... Практически редко когда кто садится, но, не менее, запретили. Все это контролирует расшифровка по клубу. Проверяться не разрешают раньше. Так вот, у нас есть два приказа, по которым мы проходим. Это приказы Министерства транспорта номер 6С, так называемый. Строгий приказ, как его называют еще для нас. И приказ 302, так называемый. 302 приказ у нас с послаблениями. И он, в принципе, по большому счету... Ну, скажем так, не совсем для машинистов. Его проходят многие люди, занятые не только с движением даже поездов, а работающие на железной дороге. И этот приказ 302, машинисты и помощники обязаны проходить ежегодно. А приказ 6С, насколько я знаю, через год, да, мы так вот и показали? Раз в два года, да? Желтый? Желтый, набили. Разницы в медкомиссии машиниста или помощника никакой нет абсолютно. Равнозначные абсолютно медицинские комиссии. Работа, связанная с движением, непосредственно связанным с движением поездов, поэтому разницы абсолютно никакой нет. То же самое проходит и машинистные структора, кстати, абсолютно такую же комиссию. Тоже никакой разницы нет. Так вот, километр до входного. Собираем схему динамического тормоза. Плюс к тому, здесь кулон идет к входному. Вторую позицию динамики даем. Начинаем снижать скорость. 77 км в час. 76. Тануэт на желтых не мигает. Не мигает. У нас третий путь. Так, убавим пока. Динамику на одну позицию. Тануэт на желтых не мигает. Четвертый путь не более 40. Так, клуб дает 60. Добавляем динамику. Подъезжаем мы с станцией Шуйская. Тануэт на желтых не мигает. Да. Стрелка на 40. Третий путь не более 40. Так, добавляем сейчас на стрелочку. Стрелки маршрута. Стрелки на маршруте. Секундно вставим путь. Третий может. Вот эта кнопочка и добавляет яркости. Вот видите, яркость. Три, четыре, пять. Поярче сделаем. Что уже срело? Светло. Так, слетого красного горит. Стретого я вижу. Красный. За пятьсот не более двадцати, КЖ, кран в четвёртом 4,6, питательный Устанавливается мы здесь в начале пути, поэтому нам попроще в этом плане Становились, дверки открыли и вот он поезд повышенной длины 120 вагонник, вот до горизонта и за поворот туда в кривой еще уходит его хвост, мы прибыли сейчас буквально тут насколько на минуту с небольшим пораньше, но побыстрее у нас никак не получилось, услышно ВЛ-80 завел свои моторы будем ждать теперь пока он отправится, так вот комиссия у нас ежегодная, по большому счету разницы по какому приказу мы проходим особого я лично не вижу, есть там конечно послабление, может быть какие-то отдельные индуктора не проходятся, но фигня это все на самом деле одинаковая практически. Комиссия естественно строгая, все конечно зависит от поликлиники, насколько я слышал Петрозаводская поликлиника у нас одна из самых строгих считается, по крайней тут на северо-западе, в Питере людям попроще походить и на севере, но на самом деле требования везде одинаковые, просто может быть врачи менее принципиальные, чем у нас. Психологически конечно это очень тяжело, скажу честно, прохождение этой медицинской комиссии, потому что, как объяснить, проходишь тихосмотр собственного тела, годен ты или не годен, как говорится, и все поставлено на карту твоя работа, соответственно твой доход, жизнь твоей семьи, у кого-то ипотеки, у меня лично ипотека еще и железнодорожная, то есть часть процентов по моей ипотеке гасит железная дорога, поэтому если не дай бог я железной дороги по каким-то причинам, в том числе по состоянию здоровья увольняюсь, конечно же железная дорога за меня эту часть в амботеке платить не будет, придется мне ее саму все просить, так что... Ласточку отправляют в Петрозаводску, 803 это ласточка, 6 с копейками 6.36, куда она там отправляется, слышно ее вызывали, мы уже в принципе подъезжаем городу Петрозаводску, станция Шуйская совсем уже рядом расположена, поэтому уже слышно Петрозаводску дежурную. Ну что, что проверяется на медицинской комиссии, естественно сдается кровь, моча сдается, проверяют естественно полностью анализ крови на все, проверяют в том числе на наркотики, чтобы не было следов употребления наркотических средств, не так давно это все ввели несколько лет назад. Что дальше, естественно и кардиолог горла, но зрение, я не знаю, короче проверяют все, перечислять просто... проще сказать, что не проверяют, а проверяют все наверное. проверяют досконально, но единственное, что я сразу предупреждаю вопросы, многие спрашивают, а можно ли мне пойти работать с тем или там с другим диагнозом. Ребят, я всегда придерживаюсь мнения того, что в каждой области есть свои специалисты и для того, чтобы вам точно сказать, можете вы там с таким диагнозом работать или нет, это все-таки нужно быть медиком, причем желательно медиком именно железнодорожным, который в этой кухне вращается и знает все эти требования. Я, к сожалению, я могу вам, конечно, ляпнуть там сдуру, да, вот там знакомый у меня там такой-то работает или еще что-то в таком же духе, но не факт, что это вы пойдете туда и пройдете. Или наоборот, я могу вам сказать, что... Так, зеленый, закрываем двери. Я могу вам сказать, что можно, вернее, нельзя с таким диагнозом работать, а можете на самом деле в зал наперед. Так что, если для вас это важно, лучше узнавайте у специалистов. Так, контроль есть? Так, контроль двери есть, набили зеленый. Сейчас надо еще выстоять, да, торопись. Так, где мы тут должны были отправиться? 231, сейчас будет 33. Плюс 2 поедем, помечишься? Да, плюс 2. Так, контроль двери имеем, давление в порядке. Кран в четвертом 4,6, 6,5. Выходной с третьего пути вижу зеленый. Так, контроль здесь. Входной зеленый. 4,4, кран в четвертом. Первый непорядок, поехали. 40-40. Отправились мы на две минуты позже. Ну, сейчас у нас тут расписание такое, шалей-валей. Я думаю, мы уже на следующей остановке будем по расписанию. По веселее она будет поехать. Нормально. Так, тягу ноги. Скорость у нас не более 40, уже едем 38. Это вот едет маневровый из Негозера на снабжение в Петрозаводск. Снабжение, тихо-смотр. Ну, скорее даже он так на замену приезжал, чтобы снабдить тот, который работает там постоянно. Можно было. Так, переезд на выходе. Следите, уходной зеленый. Третий выходной зеленый. Петрозаводск. Так, какой интересный. Первый путь забил. Какие-то грибники, ягодники ползают. Белый. Более 40. Белый. На комиссии делается электроэнцефалограмма обязательно. То есть проверяется работа мозга, скажем так, для того, чтобы выявить там эпилепсию, не дай бог, что-нибудь в таком духе, насколько я понимаю, по крайней мере. Проверяется сердце, кардиограмма делается. Функциональное дыхание, так называемое, когда объем легких, я так понимаю, определяют, да, и насколько ты способен, как говорится, насыщать легкими кислород кровь. Что еще? Вибротест пальца. Вибротест, да, делается, то есть насколько ты чувствительны твои пальцы к вибрации, потому что у нас здесь виброзависимость, вернее, ну, как сказать так, звездопроходной, перегона, установленное ограничение. У нас здесь, получается, повышенная вибрация, это вредно считается, и поэтому постоянно проверяют, как бы, что, скажем так, еще не повредила эта вибрация нам, то есть что мы вибрацию эту чувствуем. Насколько я понимаю, по крайней мере, эти тесты все. Ну, естественно, проверяется зрение слух, проверяется вестибулярный аппарат, то есть сажают на специальное кресло, и как космонавтов начинают раскручивать там вокруг своей оси. После этого нужно за несколько секунд свой взгляд сфокусировать там на каком-нибудь предмете, типа авторучки обычной. Неприятно, так я просто говорю. Желтый мигает. Желтый мигает, краном втором 4,6, главный 7,8. В принципе, про местность, про то, что, где мы сейчас едем, особо я не рассказываю, еще раз повторяюсь, я ее уже снимал, так что. Все это вы уже можете посмотреть на моем канале. Что еще? Что я еще забыл? Вроде все сказал. Ну, флюорограмма, понятно. Плюшка это, в принципе, на любой медкомиссии делается. Психиатр-нарколог. Обязательно проверяют. Сейчас 5 лет вбили. А, сейчас, да, кстати, каким-то отдельным приказом вбили посещение психиатра, да? Причем в психоневрологическом диспансере. Я, правда, еще не был. Это такой забавный факт, что туда приходится прийти. Причем оплачиваешь сам, насколько я помню, да? А потом это как-то депо компенсирует. И там такие вещи. Вопросы тебе с подковырками там. Так, давай еще подразгоним. Что-то маловато нам. Времени осталось ехать. Типа, чем река отличается от озера, да? Что значит, яблоко от яблони недалеко падает, как вы это понимаете. В общем, проверяют, не дурик ли ты, грубо говоря. Желтый, последний, 60-й. Такая интересная история. Ну, это ввели недавно. Обычно до этого психиатр наш на медкомиссии. Так, динамику собираем. Так, за жизнь поговорить. Все у вас в порядке, все хорошо, да, да, да. До свидания. Не более того. Езжаем мы к реке Шуя. Вот мост через реку Шуя. Да, вот. Желтый вверх не мигает. Одно и два желтых, вверх не мигает. Это было по 140, да. Телка. Здесь, конечно, у мужиков там свои секреты. У кого какие проблемы. Кто как пытается схитрить и пройти эту медкомиссию. Ну, естественно, об этом сейчас рассказывать не стану. Дабы не повредить никому. Ну, ладно, прибываем мы на блокпост 4,17 километра. Следующее видео я начну отсюда и уже сниму до вокзала станции Петрозаводск. На этом будем заканчивать. Всем всего самого доброго. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всего хорошего.